Я слышал эту историю от трёх разных людей, Майк. Ты раздавал Роллс-Ройсы и Бентли. Да, они были разданы, это правда. То есть ты просто въехал в чувака, кинул ему ключи и сказал, это твоя тачка, а потом уехал? Это не так просто? Нет, был один случай, когда я со своей бывшей женой, ну знаешь, когда ты молодой, у тебя дофига бабок, ты ещё зелёный, и твоя жена лезет своей рукой тебе в карман, берёт просто бабки своей рукой, а я всего лишь молодой 20-летний Нига. Она залезает ко мне в карман и достаёт оттуда гондона. И это всё в ебучем Макдональдсе. Она, значит, меня обнимает, засовывает руку в карман, а вместо бабок нащупывает гондона. И она такая отворачивается и просто выходит на улицу. Я сразу за ней побежал, она села в машину, и я такой говорю, детка, детка, прости меня, извини меня, пожалуйста. И она такая просто заводит машину и тупо таранит другую машину навстречу. И когда сделала это, она сломала руку чуваку. У чувака дверь была открыта, и от удара она закрылась и сломала его руку. Я не знаю, я... По-моему, дал чуваку что-то в районе двадцатки. А этот придурок пошёл и просрал всё на скачках. Короче, подъехали копы, и этот засранец сразу начал ныть. О, чёрт, моя сломанная рука! А я к тому моменту уже сказал копам, что я, наверное, тоже должен вам что-то бы дать. Вы, ребята, хорошо работаете, у вас серьёзная работа. Забирайте эту машину! Нет, давай просто решим это между собой. А чел со сломанной рукой. Я поймал этого чёртова ниггера. Но я всё-таки его уломал и сказал, что это плохая для меня удача иметь эту машину. Ну и, короче, копы забрали машину. Но я сделал это, потому что я не хотел, чтобы арестовали мою жену, потому что таким образом она угробит двоих людей. Ей вообще было похуй, вообще не стригла поляну. И она даже не боялась того, что её арестуют. А я просто сказал чувакам, чтобы они её не арестовывали. Я не хочу, чтобы мою жену арестовали. Ну, Майк, ну, как ты думаешь, твоя жена будет бояться этого? Потому что она замужем за тобой, она замужем за Майком Тайсоном, потому что в мире, в принципе, мало вещей, которые могут с тобой побороться. Она вообще ничего не боится. Что доставляет тебе удовольствие? Счастье. Да. А что делает тебя счастливым? Моя улыбка. Ну, мы видели твою улыбку. Моя улыбка – это моё счастье. Это твои дети? Твои прекрасные дети? Да, абсолютно. Я видел у тебя прекрасные дети, и ты говорил, что мать была твоей мотивацией, когда в первый раз попал в клуб. И сейчас вот Тайсон 2.0, тут всё так построено, мы говорим о наследии, о богатстве целых генераций и всё такое. Ты знаешь, у тебя свой каннабис, который хорошо развивается. Это просто наследие для тебя и своих детей. Когда ты думаешь о них, что ты думаешь о них и их будущем? Чего бы ты мог им передать? Чтобы они много молились и работали больше. Усердно работай и будь самым усердным в своём деле. Чтобы они верили в себя. Но ты знаешь, тем, что я дам им деньги, я не окажу им никакой помощи. Если я дам им деньги, я сделаю им только хуже. Им нужно научиться, если у них не будет никакого вдохновения, если у них не будет никакого опыта с неприятностями, они сразу дадут слабину. Им нужно научиться бороться. То есть заниматься теннисом и гольфом? Да вообще насрать в любом месте, даже просто между собой, уметь конкурировать. У них должен быть дух. В этом вся жизнь, иметь соревновательный дух в своей жизни. Предпринимателя, атлета, почтальона. Вот это страсть. Как часто ты плачешь? Каждый, блядь, день. И ты думаешь о своей малышке? Я думаю о ней. Я думаю о моей маме. Иногда думаю о своей жене. Иногда я переживаю, что мы можем расстаться. Ведь мы уже через многое прошли вместе. Несмотря на это, у нас всё хорошо. И всё равно я в своей голове... О, Боже! Мы вдвоём знаем, откуда мы родом. Вот мы идём в магазин с тележкой для продуктов. И она просто начала складывать вещи в неё. Я их выгружаю и говорю, нет, малышка, нам не хватит, для нас это слишком много. Она такая, я тоже была банкротом. Я знаю, сколько стоят эти сраные кроксы. И она была права. Но я всё равно их выложил, потому что реально платить было нечем. И послушай, моя жена... У неё был бюджет 200 баксов на то, чтобы одеться. И она реально одевалась на эту сумму. И с тех пор мы стали скромнее. Но, Майк, это одно. У нас у всех скромное начало. И это одно, когда ты ничего не имеешь. Потому что, когда ты, например, был молодым, я не знал, что мне было тяжело. Что я еле сводил концы с концами, когда я был молод. Но когда ты уже состоялся, достиг своих вершин, когда у тебя есть тема, успех. Но когда ты теряешь всё, уже побывав на вершине, это совершенно другое чувство. Ты увидел большие деньги. Ну да, так как ты уже увидел большие деньги, и возвращаясь к этой теме, когда ты доставал продукты из тележки, каково тебе было? У меня уже было такое. Посмотри на меня сейчас. Неприятности для меня — это ничто. Вот о чём я узнал. Да пускай они заберут всё моё дерьмо, пускай они заберут всё, пусть сделают меня бомжом, и я сделаю это снова. Я сделаю это снова. Вы, ребят, меня опять будете снимать, блядь. Потому что ты Майк? Нет, потому что у меня самая крепкая команда. Я и моя жена и команда. Да, реально. Заберите всё, что у меня есть, и дайте мне начать с нуля. Ты думаешь, что ты бы смог себя заново отстроить? Я даже могу быть больше. Мне реально надо спросить это, чувак. Ты реально ничего не получил от Дона? Потому что ты реально был банкротом потом? Ты дрался все эти бои, чувак, и ты реально не получил ни копейки с этого? Дай мне сказать. Они украли мои последние деньги, и мне пришлось выходить драться из рехаба. Я потратил в районе ляма баксов на рехаб. И у меня лишь оставалось где-то два ляма на всю мою жизнь, и я купил себе дом. Сначала в Фениксе, но ненадолго. Дом было тяжело продать. Но потом он вдруг резко кому-то понравился, и бум, они мне дали деньги. По божьей воле, я потом купил дом в Вегасе. Потом я вообще стал банкротом, мне не хватало даже денег на травку. И я жил так. У тебя немножко денег? Приезжай ко мне на хату, закатим тусовку за твой счёт. Я давал чувакам кататься на моей машине, если бы они меня полностью заправили. И вот так я выживал. И потом... Моя жена появилась на горизонте, и я не хотел приводить её в тот дом, где трахнули слишком много человек. Блин, потому что мы там просто заполняли всё телами. Вот ты гад. Я как-то прошёл... Там был дворец просто на двух участках. И я сказал, этот дом будет моим. Мы купим этот дом. Я начал уже утверждать всё, и я сказал, вот там, смотри, табличка. И я сказал, детка, мы купим этот дом. Мы одолжили немного денег у этого чувака из Китая. И он просто вложил это в дом. Бум. Мы дали ему эти два миллиона, и дом наш. Бум. Но у нас всё равно ещё оставался тот старый дом. Но слушай, там такой размах. У меня тогда было двое детей, и их комнаты были расположены далеко друг от друга, и они бегали у нас по коридору туда-сюда. Тот дом был меньше, этот дом у нас большой. Просто хороший большой дом. Ты заработал сотни миллионов. Нет, 400. Чуть больше 400 с половиной. И ты отдалживал у людей деньги? Нет, я никогда не отдалживал. Но ты только что сказал, что тебе пришлось отдалживать деньги у чувака из Китая, чтобы погасить дом. Я знаю, что тебе пришлось подсуетиться. Но ты только что сказал, что ты полмиллиарда долларов сделал. Какие, блядь, деньги в долг, Майк? Деньги были отовсюду, и мы хорошо проводили время, воруя их. Мы-то хорошо сделали тогда, что нам бы хватило надолго. Деньги-то у меня водились. Мне бы понадобилось 15-16 лет, чтобы стать полным банкротом. Да, ты не мог бы стать банкротом за один день? Окей, детка, тебе нравится эта тачка, детка? Тогда ты проводишь со мной эти выходные. А как насчёт тебя? Тебе нравится? Если я это тебе достану, что ты мне дашь взамен? Дохуя всего, что ты можешь сделать с бабками. Как это вообще сработало? Вот у меня есть мой кошелёк. Но у меня кредитная и дебедовая карта. Как ты просто идёшь и покупаешь девке машину, если она хочет машину? Ты говоришь, тебе нравится тачка, детка? Дайте нам эту машину. Как это вообще происходило? Ну ты просто идёшь в автомагазин, как и все. Машина обычно европейская. Садишься в машину, ну и обычно рядом с машиной потрясающая выглядящая женщина. Молодая, красивая, блондинка с голубыми глазами в очках. Я говорю, какая бы у тебя была комиссия, если бы я купил эту машину? И она говорит, да, там есть комиссия. Я говорю, а ты бы провела со мной выходные? И они говорят, ну да. И я покупаю машину. И мы становимся друзьями, тусим. Ну и потом я отдавал машину. То есть она получала комиссию и машину тоже? И машину тоже, да. Но в конце концов, да, получалось так, что у неё была комиссия и машина. Это серьёзно, Майк. Вот, наверное, в этот момент Майк понял, что он ходячий актив. И даже спустя 50 лет, как тебя не будет, твое имя мы никогда не забудем. Майка Тайсона. Я уже даже не буду здесь, но мир никогда не забудет Майка Тайсона. Ты знаешь это. Я просто хочу, чтобы вы знали, никто мне ничего не давал. Мы знаем это. Ну а ты знаешь, бро? Да, тебе будут говорить ещё много лет. Поэтому я сделал это. Именно по этой причине. Я просто обычный человек, и я не знаю ничего о том, как работает этот мир. И наше предназначение – это просто любить друг друга. Это было моим началом в жизни, чтобы любить друг друга и уважать друг друга. Это то, что я понял на данный момент. Ты был всегда таким? Или когда ты был бойцом, когда ты был моложе, у тебя был такой же мысленный процесс? Или как ты… Я был свиньёй. Я был свиньёй. Если бы ты был там со своей женой или девушкой, я был бы свиньёй. Я ёбаная свинья. Я реальная свинья, особенно когда я был моложе. Все мне говорили, я был Богом, я был таким. Если она тебе не поддастся, она не сможет найти мужчину, такого, как ты, за три жизни. То и эдак, я задираю голову и думаю, что я есть кто-то. Потом жизнь мне показывает, что я вообще никто. И потом жизнь показала мне, что я должен упасть на колени, если я чего-либо хочу. Вот про что это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok